Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас опять DKS World и модуль L-39. Переходим к следующему этапу полета. Это выруливание, руление и полет по кругу. Приступим. Перед началом выруливания необходимо убедиться в том, что закрылки выпущены на 25 градусов. Запросить у руководителя полета в разрешение на выруливание убедиться в том, что убраны колодки и сняты все чеки. Провести осмотр пространства вокруг самолета влево-назад, в сторону и вперед в направлении руления. Убедиться в том, что ничего не мешает нашему рулению. Таким же образом осмотреть правую сторону. Далее, зажать гашетку тормозов. Убедиться в рабочем давлении воздуха в основной системе торможения. Снять самолет с ручного тормоза. Убедиться в падении давления в аварийной системе торможения. Вывести обороты на 90% и убедиться в эффективности тормозов. Тормоза должны держать самолет на месте. После того, как мы убедились в исправности тормозов, уменьшаем обороты до 80-85%. Еще раз осматриваем пространство в направлении руления и, отпустив гашетку тормозов, начинаем движение. В процессе руления необходимо убедиться и проверить эффективность и синхронность тормозов. Для этого удерживают педали нейтрально. Зажимаем тормоза. Самолет при торможении не должно разворачивать влево или вправо. Скорость руления не должна превышать 30 км в час при отсутствии внешних подвесок и с внешними подвесками должна быть не более 15 км в час. Разворот производить на скорости 5-10 км в час. Перед разворотом обороты малый газ. С помощью педалей и тормозов вводим самолет в разворот и где-то при развороте на 90 градусов вновь добавляем обороты. Для того, чтобы ввести самолет в разворот необходимо использовать педали и импульсное нажатие на кашетку тормоза. Перед выруливанием на полосу убедиться в том, что на полосе нет посторонних предметов, что на полосу никто не заходит на посадку либо не уходит на второй круг. Сделать запрос руководителю полетов на выруливание на полосу и получив разрешение начать руление на полосу. После выруливания на полосу необходимо дать самолету еще проехать 10-15 метров с той целью, чтобы переднее колесо установилось по ходу по курсу взлета, по ходу движения самолета. Прокатившись 10-15 метров, затормозить самолет, нажать на кашетку тормоза, вывести обороты на 90% и запросить разрешение на взлет. Получив разрешение на взлет, включить обогрев ПВД, включить фару, вывести обороты на максимал, на взлетный режим, проконтролировать работу двигателя по приборам, обороты 107,8, температура выходных газов за турбины не выше 660, давление 3-4,5, температура ниже 90. И отпустить тормоза. Первую половину разбега контролировать при помощи педалей и тормозов. Вторую половину разбега после 60 км в час тормоза уже не использовать, используют только педали. Скорость 150, ручка на себя, подушка на горизонт. Скорость 180, самолет сам отрывается от земли, переводим взгляд влево-вперед, и контролируем плавный отход самолета от земли. Высота 20, выбираем шасси, контролируем уборку шасси по лампочкам, скорость 250, высота 70-80, убираем закрылки, высота 100, обороты 100, контролируем курс взлета по ГМК, переводим самолет на набор высоты. Набор высоты превозводить плавно, с постепенным увеличением скорости до 350 км в час, при этом не забывать осматривать переднюю гауссферу, для того, чтобы не догнать никакой самолет впереди летящий самолет. Первый разворот выполняется на высоте 300 метров, скорости 350 км в час. Перед разворотом осмотреть сторону, куда будет выполняться разворот, сделать запрос руководителя полета, вы после получения разрешения выполнить первый разворот. Первый и второй разворот выполняются слитно, с креном 20 градусов, на скорости 350 км в час. Подходит высота 600, самолет переводим в горизонтальный полет, при этом сохраняем крен и скорость, заданную крен и скорость, то есть 20 градусов 350 км в час. Таким образом мы совершаем первый-второй разворот. Не забываем про осмотрительность. Совершаем первый-второй разворот на обратный посадочный курс. Не забываем про проходные обороты, которые равны 86-89% временных. Работа на этих оборотах должна быть ограничена. Итак, подходим к обратному посадочному курсу, помним про наземные ориентиры, это вывод из второго разворота, это вот эти два моста, а также параллельно с ним под углом 30 градусов должна быть радиовышка. Итак, подошли к обратному посадочному курсу, выводим самолет из разворота и дальнейший полет продолжаем на скорости 350 км в час в высоте 600. Ведем осмотрительность слева, сзади, справа, сзади, внешнюю, внутреннюю сторону круга с той целью, чтобы нас никто не догнал, чтобы мы никого не догнали и безопасно пришли на свой аэродром. Вот наш ориентир под 30 градусов справа. Тем временем подошли к траверсу маяка. Удаление 6,5. Готовимся к выпуску шасси. Для этого снижаем обороты до 80, для того, чтобы наша скорость упала до 330 км в час. Скорость 330 есть. Траверс точного приземления в выпуск шасси. Контролируем выпуск шасси по лампочкам. Сохраняем горизонтальный полет. Контролируем выпуск шасси по механическим указателям. Есть выпуск шасси. Продолжаем полет к третьему развороту на высоте 600 метров. Скорости 300 км в час. При этом обязательно осматриваем внешнюю сторону круга, чтобы с внешней стороны никто не заходил в круг, не подходил к третьему развороту. И продолжаем полет. Вот он наш ориентир наземный для ввода в четвертый разворот. Контролируем, чтобы к четвертому развороту тоже никто не подходил. При этом не забываем слушать радиопереговоры на кругу. Да, чтобы не подставиться не под чей борт. Полярные координаты для выполнения третьего разворота это удаление 10, азимут 8, кур 120. Запрашиваем, докладываем руководилю полетом, что мы на третьем шасси выпустили. И осмотрев пространство и осмотрев пространство в сторону выполнения разворота начинаем третий разворот. Третий разворот выполняем на скорости 300 км в час в высоте 600 с креном 30 градусов на угол 120 градусов. Место выполнения третьего разворота остается практически неизменным за исключением если только скорость ветра будет превышать 10 метров в секунду. Тогда необходимо уже корректировать, то есть выполнять разворот чуть раньше. Вывод из третьего разворота выполняем на курсе 160 градусов в место впадения реки в водохранилище на курсе угла радиостанции на кур 20 градусов. После вывода из третьего разворота переводим самолет на планирование выпускаем закрылки на 25 градусов и продолжаем полет к месту выполнения четвертого разворота со скоростью снижения 4-5 метров в секунду на скорости 280 км в час. Осматриваем внешнюю сторону круга с целью обнаружения заходящих на посадку самолетов скорость планирования 280 км в час. начало выполнения четвертого разворота на высоте 420 метров с креном 30 градусов. Подойдя к месту выполнения четвертого разворота начинаем выполнять четвертый разворот. Контролируем выход самолета в створ полосы при помощи изменения крена. То есть делаем он чуть больше чуть меньше но крен не должен превышать 40 градусов. По выходу самолета в створ выпускаем закрылки на 44 градуса в посадку добавляем обороты и компенсируем попытку самолета взмыть вверх. Дальний проходим на скорости 260 высоте 260 убедимся в том что выпущена вся механизация и докладываем по поводу полета что мы дальний прошли посадки готовы. Продолжаем планирование. в торец полосы следим за направлением и скоростью планирования. Ближний привод мы должны пройти на скорости 240 км в час на высоте 60-80 метров. Контролируем направление контролируем скорость режим работы двигателя скорость должна быть 240 над ближним приводом направление контролируем визуально по полосе и продолжаем снижение так ближний прошли на высоте 70 метров скорости 240 на высоте 50 еще раз убеждаемся в правильности захода переводим взгляд влево в сторону на 15-20 градусов контролируем подход к земле начинаем выравниваем выбираем газ обороты уна малый газ на скорости 180 самолет сам притирается к земле и совершает посадку после касания основными стойками шасси полосы нельзя подтягивать ручку или резко отдавать ее вниз просто задержать ее на месте и ждать пока передняя стойка не коснется полосы еще раз посмотрим как это выглядит с внешней стороны так ближние прошли выравнивание высота выравнивания выдерживания метр 0.75 1 метр создаем посадочный угол и самолет совершает посадку мягко без каких-либо козлений или повышенных вертикальных скоростей применяем торможение торможение можно применять со скоростью 190 км в час подходим к рулежной дорожке и освобождаем полосу после освобождения полосы докладываем руководителю полетов о том что мы полосу освободили выбираем закрылки выключаем свет фары и останавливаем время полета в процессе руления необходимо продолжать вести осмотрительность чтобы ни с кем не столкнуться как говорится и никому не помешать выруливать пока будем рулить до места стоянки давайте еще раз пробежимся по всем основным так говорится контрольным точкам кругом и так запустили двигатель на стоянке запросили руление получили добро на руление выруливаем пришли к предварительному старту запрос руководителю полета на занятие полосы получили разрешение занимаем заняли полосу запрашиваем разрешение на взлет получили разрешение начинаем взлет и так начался разбег скорость 150 ручка на себя отрываем переднюю стойку подушка прицела на горизонт скорость 180-190 самолет сам отрывается от земли мы лишь контролируем его плавный отход от земли и особенно следим за скоростью высота 20 убираем шасси скорость 250 высота 70-80 убираем закрылки высота 100 обороты 100 контролируем работу двигателя по слуху а также обязательно контролируем курс взлета высота подходит 300 скорость 350 запрашиваем разрешение на выполнение первого разворота получили разрешение выполняем первый разворот первый и второй разворот выполняем слитно с креном 20 на скорости 350 км в час первую часть разворота выполняем с набором подошла высота 600 нос горизонт далее выполняем разворот горизонтальной плоскости вывели из второго разворота на обратный посадочный курс продолжаем полет на высоте 600 скорость 350 подошли к траверсу маяка готовимся к выпуску шасси обороты 80 скорость 330 Скорость 330 достигла, выпускаем шасси Далее скорость падает до 300 Увеличиваем обороты, тримируем самолет Сохраняем горизонт Продолжаем полет на высоте 600 Скорость 300 км в час Подошли к третьему развороту Его координат Дальность 10, азимут 8, кур 120 Доложили, что мы на третьем Шасси выпущены Получили разрешение на заход Выполняем третий разворот Третий разворот на высоте 600 Скорость 300 С креном 30 градусов Совершаем разворот на угол 120 Выводим на курсе 160 В точку вместо впадения Реки в водохранилище На кур 20 Переводим самолет на планирование Скорость 280, закрылки Положение 25, скорость снижения 4-5 метров в секунду Подошли к четвертому развороту Четвертый разворот, высота 420 Вводим четвертый разворот Выводим в створ полосы Вывели створ полосы, закрылки 44 Дальний проходим 260-260 Продолжаем планирование Ближний проходим Высота 60-80, скорость 240 Торец полосы 10 метров, скорость 230 Малый газ, выравнивание Выдерживание на высоте 0,75-1 метр Создаем посадочный угол по мере приближения самолета к земле И совершаем посадку Совершили посадку Дорулили до рулежной дорожки Освободили полосу Доложили Такой-то освободил Что касается руления То еще раз Руление производительной скорости без внешних подвесок 30 км в час С внешними подвесками 15 Разворот 5-10 км в час Если в процессе руления После посадки Наши обороты не превышали 85% То После заруливания Перед остановкой двигателя Охлаждать его не нужно Тем временем Подрулили мы к стоянке Заруливаем На стоянку И будем готовиться к Останову двигателя Останову двигателя Так, стоп Встали на стоянку Устанавливаем стояночный Тормоз Так как наши обороты Не превышали 85% Остужать мы его не будем Выключаем все потребители Электроэнергии За исключением Трех АЗС Это двигатель Аккумулятор И САР Разгримитизируем кабину Разгримитизируем кабину Выключаем противообледельнительную Защиту самолета И устанавливаем рут В положении стоп Теперь можно открыть кабину И после того как Двигатель Полностью остановится То есть его обороты будут равны нулю Можно будет выключить АЗС Двигатель И аккумулятор Ну и на этом Завершить свой полет Покинуть кабину Итак мы видим что Обороты ротора Низкого давления Компрессора Низкого давления Ноль Обороты компрессора Высокого давления Ноль Температура Выходных газов За турбиной Упала до нуля Выключаем АЗС Двигатель И АЗС Аккумулятор На этом Наш сегодняшнее Видео закончено В следующем видео Мы ознакомимся С другим методом Захода на посадку Это Двумя разворотами На 180 И Возможно Со взлетом Конвейер Ну а на сегодня Я с вами прощаюсь Надеюсь Данное видео Поможет в освоении Самолета Л-39 Начинающим Верпилом Ну и как По Традиции Всем удачи Чистого неба Всем пока